Девушки отдыхают Это обивка матраса Чёрт возьми, что это? Душевая Дэнни Де Вито? На помощь! Выпустите меня, отель Кембридж Я попытаюсь вернуть к жизни отель с призраками Говорят, в отеле живёт дух маленькой девочки Владелец отеля – бывший военный У него диктаторский стиль управления Вы просто Гитлер в миниатюре Он не прав Удастся ли мне спасти брак и отель, которые оказались на грани кризиса? Либо мы всё исправим, либо закроемся Продайте отель Потому что это безумие Адские гостиницы Это старинный отель Кембридж Расположенный в сельской местности в штате Нью-Йорк В паре часов езды от Манхэттена В отеле 16 номеров И большой ресторан Его двери открыты уже 150 лет Добро пожаловать в отель Кембридж Бывший военный местный юрист Джон Имхофф С помощью родственников приобрёл Кембридж в 2007 году Я сидел в ванне, курил сигару, пил виски И жизнь казалась прекрасной Мне захотелось поужинать где-нибудь с женой И я сказал, давай купим отель И тогда нам будет куда пойти Наверное, он застал меня врасплох Потому что я согласилась Обними меня Но отель не отличается гостеприимством Что за 827-й? И к ужасу постояльцев не соответствуют их ожиданиям Здесь грязные повсюду чьи-то волосы Все подушки в волосах Даже пульта нет? Волосы везде Пульты были даже в 70-х Я здесь не останусь Съезжаем Это ужас Покупая отель, я не хотел вплотную заниматься им Но я всё время здесь, помогаю по мелочам Кто-то должен за всем следить 84 письма, 70 от Джона Джон – диктатор Как дела? Трудимся Трудитесь усерднее Порой я готов его убить Меню крайне ограничено Бюджет урезан Какой уж тут творческий подход Брит в номерах чисто? Да, всё готово Я главный управляющий Я доделаю Но всем заправляет Джона, не я Вот только рвение Джона к добру не привело Никто не хочет здесь жить И отель теряет тысячи долларов в месяц Джон продолжает вкладывать деньги в этот отель А мне всё это уже надоело У нас 750 тысяч долга Но закрывать отель и объявлять о банкротстве я не собираюсь Если я не исправлю положение в ближайшее время, Джон и Тина лишатся работы и дома Кто, если не Гордон Рамзи, может это исправить? Какое величие! Спорим, здесь полно тайн Отель Кембридж основан в 1885 году Здесь изобрели яблочный пирог с мороженым Я не знал Доброе утро Добро пожаловать в отель Кембридж Рад вас видеть Гордон, а вас как зовут? Британи, управляющая Ваш номер 117 Стоимость 105 долларов в будни И 135 в выходные Да Мне кажется, первое впечатление Гордона будет Какого чёрта здесь происходит? Покойся с миром, отель Кембридж Да Он умер? Нет Это просто местное привидение У нас привидение Да ладно Говорят, в отеле живёт дух маленькой девочки Элис Элис? Элис О, Господи, как в фильме «Экзорцист» Ей было четыре в 1913-м И она умерла? Я верю, что в отеле есть привидение Это правда Идём наверх? Ступени скрипят Боже Это владельцы? Я не знаю, кто эти люди Эти жуткие картины повсюду Да А что наверху? Третий этаж Почему он огорожен? Постояльцам туда нельзя Там живут привидения? Говорят, да Если он поднимется на третий этаж То сильно испугается Это ваш номер Господи Ну и дыра А эти обои? Добро пожаловать в отель Кембридж Спасибо, Господь всемогущий Я этот отель не забуду Ужасное бельё Грубое Застиранное Дырявое И матрас не подходит Честно говоря, даже в больницах бельё получше Тихий ужас Спальня устаревшая и неудобная Неужели кто-то думает, что за это стоит платить? Пока Пригласите владельцев? Я за ними схожу Сухие цветы Гордон Это Тина и Джон Имхов Рад познакомиться И я Джон Очень приятно С улицы здания показалось мне величественным Красивое Роскошное Но только снаружи У вас уже была гостиница? Вообще-то Нет Не было Итак, первый год Прибыль Мы потеряли 350 тысяч долларов Второй год 250 тысяч Прибыли Убытков Убытков? За два года минус 600 тысяч долларов? Кто вас спонсирует? Несколько сотен тысяч Дали мои родители Ого И наши дети Да, дети Дети? Да Ши дала 25 тысяч Ши это Старшая дочь Ясно Шеф-повар ее жених Младшая дочь одолжила нам 10 тысяч Младшая? Она еще учится Дом уже заложили? Он продается Мы переедем сюда, на третий этаж Когда вы проведете черту и скажете «хватит» Вы стоите, пыжитесь от гордости, уверены и счастливы, как будто это нормально Брать деньги у дочери, которая еще на работу устроиться не успела Я бы не стала ее просить Я думал, мы сможем вернуть долг Понятно Но, Джон, это деньги ваших родителей и детей Я оптимист Позитивный настрой и бредовые идеи Две Разные вещи Он меня не знает и вряд ли понимает, в чем дело Я военный и не потерплю оскорблений от повара Рамзи Адские гостиницы Адские гостиницы Познакомившись с хозяевами отеля, я узнал, что они берут деньги на его содержание у собственных детей Я оптимист Позитивный настрой и бредовые идеи Две Разные вещи Невероятно Тина, как вы живете? Не знаю Пару раз собиралась сбежать Ого Серьезно? Это же нереально Спасибо Несколько лет подряд я отчаянно пыталась достучаться до него Но со временем я просто сдалась Почему посетители и родственники бегут от Джона наутек? Пора увидеть генерала на поле боя Зачем вы взялись за пылесос? Добро пожаловать, не обращайте внимания Вы с ночевкой или просто поужинать? Поужинать Черт Отель Кембридж, слушаю Джон ни минуты не сидит на месте Но по большей части занимается всякой ерундой И эта бессмысленная суета убивает атмосферу гостиницы Возможно, столики в ресторане сверкают чистотой Но что-то мне подсказывает, что еда будет отвратительна Есть лишь один способ узнать Здравствуйте Как поживаете? Спасибо, хорошо Я Филипп, ваш официант Спасибо Немного нервничаю Я тоже Что посоветуете? Суп дня – вегетарианская чечевичная похлёбка Чечевичная похлёбка Да А вчера что было? Чечевичная похлёбка Два дня подряд Вообще-то гораздо дольше Я буду свиную рульку с фасолью Утиное конфи и яблочный пирог Кажется, всё Спасибо Спасибо, шеф Спасибо Шеф, заказ! Спасибо Пошевеливайтесь Думаю, Гордону понравится наше блюдо Рич отлично готовит У нас хороший ресторан Спасибо О, ничего себе Фасоль со свининой Святая макрель Она холодная А ну-ка, потрогайте мясо Ледяное Потрогайте Лёд Теперь понятно, почему там написано «Покойся с миром» Два стейка средней прожарки В духовку Шеф, тут мясо ледяное Скажите, что это технология Сувид Мне не нравится, что мы готовим еду В пластиковых пакетах И разогреваем в микроволновке А так хотелось бы Из свежих продуктов Утиное конфи Шеф сказал, что рулька с фасолью Приготовлена по технологии Сувид Сувид? Полуфабрикаты, что ли? Да Замороженные, да И это замороженное Видимо, это блюдо тоже Сувид А вы сами что-нибудь делаете? Яблочный пирог? Да, пирог мы готовим сами Тогда жду десерт Хорошо Пока что всё хуже некуда Надеюсь, коронные блюда отеля окажутся вкусным Как вам пирог? Я обещала больше не жаловаться Яблочный пирог с мороженым изобрели здесь Тогда он обязан быть вкусным Даже не пробуйте Такое ощущение, что сюда кого-то стошнило Отнесу своей собаке Ясно Вот это да Яблочный пирог Вот и он, знаменитый яблочный пирог Эй, тарелка горячая Он что, из микроволновки? Да Яблоки сырые Я так хотел попробовать настоящий яблочный пирог А это гадость Пойду узнаю, кто в ответе за эту кошмарную еду Привет Если Рамзи раскритикует его стряпню Где шеф-повар? Рич взбесится, он очень мнительный Не знаю, с чего начать Какого чёрта творится? Говорите по делу, что не так? Во-первых, свиная рулька Она же ледяная Это полуфабрикат Готовый продукт? Полуфабрикат Вы готовить умеете, да? Тогда зачем полуфабрикаты? Цена? Вы покупаете кусок замороженной свинины Варите её в пластиковом пакете И подаёте мне ледяное мясо? Значит, вам просто лень готовить Это неправда, мне не лень Это меню можно и без вас обслужить Так я его и составил Так вы его составили? Значит, вам точно лень Я не ленивый Если Гордон ещё раз меня так назовёт Ему не поздоровится Вернётся в свою Британию в мешке для трупов Это меню попахивает ленью Я не ленивый Я работаю по 80 часов в неделю И это называется шеф? Вы знали, что еда магазинная? Да Зачем вам шеф-повар, у которого две трети меню полуфабрикаты? Кажется, Гордон считает меня некомпетентным Но я всё делаю правильно Ваш отель славится яблочным пирогом, так? И с помощью этого блюда вы собираетесь спасти отель и вернуть его к жизни Знаете, у вас система прогнила на корню Мне плакать хочется Честное слово И мне Посмотрите на яблоки Они сырые, непропечённые Мне хочется кричать Его изобрели здесь По всему миру тысячи ресторанов копируют Ваше изобретение Понимаете, как вам повезло? И вот что с ним стало Клёклое тесто с непропечёнными яблоками Можно вас на два слова? Конечно Я очень хочу понять, что происходит, и мне нужно женское мнение Джон Очень хороший адвокат Но ужасный управляющий И не хочет этого понимать Ваш дом скоро выставят на продажу Знаю У нас с Джоном сложные отношения Даже если я что-то предлагаю Меня не слушают Последнее слово Всегда за Джоном Вы вот-вот потеряете дом Я знаю Но муж твердит, что не продаст отель Пока у нас не останется ни гроша Это его первая гостиница Да Всю жизнь он был либо юристом, либо солдатом И всё Возможно, он выиграл немало сражений Но эту войну он проиграет Наконец-то Совершенный чужой человек увидел то же, что и я Надеюсь, Джон извлечёт из этого хоть какой-то урок Либо мы всё исправим Либо закроемся В этом отеле я уже повидал достаточно Старомодные номера Дешёвое постельное бельё и полуфабрикаты Как они до этого докатились? Пойду разузнаю Что не так в отеле? И кто виноват? Проблема в том, что мы всегда и на всё должны спрашивать разрешение Никакой самостоятельности Да Вы управляющая и шеф-повар Всё Но всё решает Джон Что? Джон юрист Зачем спрашивать того, кто душ починить не может? Не то, что отелем управлять Так он решил А я умываю руки Хотите распоряжаться? Вперёд У отеля нет души Повсюду дешёвый, потрескавшийся антиквариат Какие-то жуткие картины Номера омерзительные Еда из пакетов Это не мои распоряжения Не я решаю, что готовить Я лишь велел Ричу сократить расходы Скажите, начальник вас уважает? Он доверяет вам? Да или нет? Нет Брит, это совершенно... Дайте ей сказать Я не принимаю никаких решений Хотя и должна это делать Слышите? Вот откуда все ваши проблемы Клиентов отпугивает не какое-то дебильное привидение, Джон А вы сами Кухней должен руководить шеф-повар А всем остальным главный управляющий А мне что останется? Когда мы только купили этот отель У меня была пара идей Но он все их сходу отверг В сухом остатке У шеф-повара связаны руки Управляющий сидит без дела А вы командуете? Я не командую Вы смертоносное оружие Думайте, что хотите Да, я наверняка знаю Это слова вашей жены Вашего управляющего Шеф-повара Я контролирую Чересчур Вы просто Гитлер в миниатюре И если вы не возьмете себя в руки То потеряете и семью И работу Задумайтесь, ваша честь А я спать Спокойной ночи Именно это Я пыталась Втолковать Джону 20 лет В чем дело? В чем дело? Ты серьезно? Да В чем дело? Что с тобой? Голова болит? С меня хватит Все, с меня хватит Я чувствовала себя тряпкой Но больше этому не бывать И точка Пора спать Но я не хочу ночевать в номере с привидениями Впервые вижу такого начальника Самодура Он не дает работникам заниматься делом А в результате мне тут спать Господь всемогущий Что это было? Какая неудобная кровать Что за шум на лестнице? Элис Элис Выспаться мне не удалось Правда, пугало меня вовсе не привидение Пора встряхнуть Джона и Тину После вас Всем привет Здравствуйте Это постояльцы вашего отеля Я попросил всех собраться в моем номере И рассказать вам, как тяжко им здесь приходится каждый день С кого начнем? Утром я принимала душ А когда взяла с виду чистое полотенце Обнаружила волос Да А у меня кровать неудобная И подушки Замок на двери не работает И вчера нам пришлось оставить дверь не запертой Положа руку на сердце Вы вернетесь сюда? Нет? Нет Никто? Я, если вы мне заплатите Джон, Тина Вы знали о том, что творится в номерах? Частично? Да Частично? А еще кое-что меня прямо-таки взбесило Вчера вечером я спустился вниз Давайте я лучше покажу, так проще Я забыл щетку, пошел за ней к машине И просто глазам не поверил Смотрите внимательно Я вышел на улицу Спускаюсь по лестнице И тут понимаю, что ключа-то у меня нет Обратно мне не попасть Но, черт побери Парадная дверь не заперта Ночью Да, мы тоже удивились При этом в фойе не было ни дежурного портье Ни охраны А потом Не падайте Я спокойно зашел за стойку регистрации Где висели все ключи От ваших номеров В ключнице Ничего себе Ключи от всех номеров Боже мой Данные кредиток, номера мобильных Все лежит на видном месте Представить страшно Почему дверь была открыта? А зачем ее запирать? Мы уже давно не запираем Года два В вашем районе за последний год Произошло восемь грабежей со взломом И три изнасилования Все это здесь, по соседству Представляете, пока мы все спокойно спали сегодня ночью С нами могло случиться все Что угодно Так нельзя Это безответственно Спасибо Всем большое спасибо Вы останьтесь А вам, дамы и господа, большое спасибо Джон и Тина нарушили первый закон гостеприимства Не обеспечили гостям безопасность Джон так занят чужими делами Что упускает из виду самые важные моменты Кстати, про ограбление Это не шутка Я знаю Знаю И про изнасилование тоже Чуть что вашей репутации придет конец в считанные секунды Вам ведь не хочется Чтобы у достопочтенного адвоката, вроде вас В отеле произошло изнасилование Верно? Подъем Это гостиница А не зал суда Постояльцам нужно обслуживание А не приговор Продайте отель Он вам не по плечу Вы не справляетесь Продайте его Это безумие Продайте И сохраните дом Адские гостиницы Адские гостиницы Джон не видит полной картины того, что творится в отеле Парадная дверь Не заперта Ночью Его некомпетентность ставит под угрозу безопасность постояльцев Так нельзя Если Джон не изменит свою тактику Они с Тиной потеряют дом И им придется жить на верхнем этаже своего отеля Пора выяснить Что же там наверху Прохода нет Эй Здесь есть кто-нибудь? Эй Матерь божья Да кто ее сюда Притащил Точно адская гостиница Боже Что с ее руками? Здесь очень страшно и жутко На верхнем этаже Жить нельзя Но у меня есть план Я заставлю Джона пойти на перемены Но для этого мне понадобится помощь Британи Если мы докажем Джону и Тине Что под твоим руководством отель наконец начнет Зарабатывать деньги Поверь мне Они дадут тебе полную свободу действий Согласна? Я всеми руками за Я хочу доказать Джону, что люди к нам потянутся И у нас всем понравится Сегодня у нас будет Мы устраиваем коктейльную вечеринку Господи Только не это У нас не пивбар Для вульгарных попоек с драками У нас вечеринка Коктейли со скидкой Номера на ночь Девушкам вход бесплатный Зовите побольше народа Спасибо, пока Это первый шаг навстречу переменам Пока в баре и в кухне идут последние приготовления Отель оживился У шеф-повара Рича появился шанс Доказать, что он умеет готовить из свежих продуктов Все свежее, да? Свежайшее? Отлично! Рич, ты должен научить этих ребят готовить Слушаюсь Долой полуфабрикаты Да, Скутер? Он, кстати, кулинарную школу окончил И кто вдохновил тебя на это? Родня В основном потому, что я все равно Не могу заниматься спортом или чем-то другим А что с тобой? Две операции на сердце И две на позвоночнике Сколько тебе лет? Девятнадцать Смотри, хорошо получается Сложное блюдо, а ведь тебя толком не учили Да И какие у тебя планы на будущее? Я хочу открыть собственную пекарню И стать профессиональным шеф-пекарем Ого Все готово Я сказал Бриттани, что сегодня она за главную И народ потянулся в наш отель Держи Выбивай, Чек Вечеринка удалась В баре собрались люди совершенно разных возрастов Все веселятся и отдыхают Помочь вам? Не надо Брысь Хорошо Вечеринка в разгаре Но Джон, кажется, не совсем понимает Насколько важны подобные мероприятия Джон Я хочу показать вам кое-что Она пугает меня каждый раз, когда я сюда захожу Дело вот в чем Там внизу Очень весело И мы обязаны этим вашему главному управляющему Бриттани Это ее представление об управлении Но если вы продолжите руководить Кембриджем Так, как раньше То окажетесь здесь Вот она, ваша незавидная судьба перед вами Посидите тут И оцените обстановку Я вернусь, когда придет время Хорошо Он заблуждается И не знает, что говорит Когда он вернется и спросит, какой урок я извлек Я скажу, что никакого Заперто! Черт! Я запер деспотичного владельца Джона наверху Чтобы продемонстрировать, что отель может работать и без него Мне очень не нравится то, что я сижу здесь и жду непонятно чего В то время как внизу отдыхают и веселятся люди Гордон хочет, чтобы я сидел и думал, как правильно он поступает Но, черт побери, я не деспот и не тиран Тем временем на вечеринку приехала Ши Невеста шеф-повара и дочь Джона и Тины Привет! Привет, мам! Привет, мам! Она моя последняя надежда достучаться до Джона Привет, Ши! Есть минутка? Полминутки Спасибо У ваших родителей время на исходе Они могут потерять дом, а я не могу вразумить твоего отца Я попросил его подняться наверх и подумать о том, что ждет его в будущем Если ты решишь, что он готов к переменам, то приводи его к нам Если нет, черт с ним, пусть сидит там сколько влезет Привет, пап! Привет, Ши! Что происходит? Да вот Сижу Жду Ждешь? Когда позовут вниз А по-моему Ты должен был представить свое Возможное Будущее Да-да, я уже все обдумал Понятно Я думал, что исполняю свою роль По-моему, все изменилось Ты стал бояться Доверять кому-то Не надо проводить здесь все свое время Когда вы в последний раз ужинали с мамой вместе, помнишь? Вне работы я чувствую себя виноватым Знаешь, что сейчас внизу? Нет Там здорово Ресторан полон Гости отдыхают и развлекаются Там весело Все справляются без тебя Ясно Я все понял Мне просто трудно не думать о работе Но это необходимо В первую очередь ради вас с мамой Да, Ши Ты права И ты сможешь проводить больше времени с внучкой Я мечтаю об этом Все в твоих руках Ты ведь не хочешь оказаться тут? Нет Жить здесь Нет, не хочу Пообещай измениться Да, хорошо Я понимаю Если мама вытерпит меня дома Я люблю тебя Я тебя, Ши Я прозрел Я осознал, что моя авторитарная политика тянет отель на дно И мне нужно сменить курс, чтобы наладить личную жизнь И вернуть бизнес Отлично Все замечательно Спасибо Вечер оказался успешным Когда я увидел, как Британи управляется с гостями, а Рич готовит, во мне зародилась надежда Но сможет ли Джон уступить? Боже, какое странное ощущение Тишина Итак, бар, молодцы Кухня, молодцы Скутер, блеск Дамы, мое почтение За стойкой было не протолкнуться Вот как оно и должно быть Сколько мы заработали? 1400 за два часа 1400 долларов За два часа Мы заработали больше, чем за весь последний месяц по средам и четвергам Джон, вы провели большую часть вечера наверху Как все прошло? На самом деле, замечательно Расскажите Моя дочь Ши открыла мне глаза на некоторые вещи Я не ухожу с работы, потому что мне кажется, что без меня все пропадут И что быть здесь постоянно – моя прямая обязанность, как владельца Размахивать флагом, говоря по-военному Но Ши сказала, папа, ты слишком много работаешь И я пообещал, что не буду разрываться между семьей и работой Потому что все справляются без меня Надо доверять своим подчиненным Самые важные люди для командира – его сержанты А шеф и Британи – мои верные сержанты Я очень рад это слышать Потому что вы оказались чертовски крепким орешком Завтра нас ждет очень напряженный и важный день Но я прошу вас Стараться изо всех сил Спасибо 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 Все молодцы Молодец, Британи Спасибо Ну и денек Надеюсь, Джон действительно понял, что от него хотят Или наврал, как все адвокаты Завтра узнаем Ух, холодрыга Далее в программе Хочу увидеть, что вы там натворили Готовы? Готовы? Да Теперь в отель Обои здесь дороги Елкой Я пока еще не осознал все до конца Просто глаза разбегаются Еще один номер Я могу не выдержать Ух ты Ух ты Вот это да Ух ты 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 Мне не стыдно. Что ж, мне пора. Не думал, что скажу это, но мне грустно уезжать. Джон признал ошибки и теперь уступит бразды правления своей команде, чтобы в Кембридже дела пошли на лад. Пока я готовлюсь к отъезду, в отель заселяются новые постояльцы. Здравствуйте. Здравствуйте и добро пожаловать. Самые большие перемены произошли не в обстановке, а в атмосфере. Постояльцам нравится в Кембридже. Красота. Ресторан забит до отказа. Кембриджский бургер и свиную вырезку. Гости наслаждаются новыми блюдами из меню, которое мы составили с шефом. Вкусно. Оставьте место для пирога, он теперь совершенно другой. Кому пирога? Фирменное блюдо отеля «Яблочный пирог с мороженым» стал хитом продаж. Ради такого мороженого стоило сюда ехать. Фантастика. Обновлённый Кембридж полон жизни и энергии. В воздухе витают электрические разряды. Надеюсь, они и дальше будут поддерживать этот уровень, потому что сейчас всё идёт просто замечательно. Вкусно? Дашь кусочек? Сегодня просто потрясающий вечер. К тому же мне удалось провести время с Ши и Эдисон. Бум! Всё прошло замечательно. Ничего себе! Знаете, у вас потрясающая улыбка. Знаю. Вы принесли сюда радость, но жить здесь не стоит. Я и не собираюсь. Не надо сюда переезжать. Не буду. Хорошо. А теперь скажите ему. Я не буду здесь жить. Я понял. И обнимите его, он заслужил. Сегодня он никому не мешал, а вы смогли провести время со своей внучкой. Это было здорово. Моя задача выполнена. Никаких больше «покойся с миром» для Кембриджа. У вашей гостиницы светлое будущее. Да здравствует, Кембридж! Абсолютно верно. Удачи, дорогая. До появления Гордона я не знала, куда заведёт нас положение отеля. Но он приехал и указал нам на основные проблемы. Так что теперь я вижу, что всё можно исправить. Знаете что? Да. Колин Пауэлл сказал, оптимизм удваивает силы. Я оптимист. И мы оставайтесь только без фанатизма, ладно? Ладно. Берегите себя. Хорошо. Живите дружно. Большое вам спасибо. Но перед отъездом мне нужно ещё кое с кем поговорить. Привет, чемпион. Итак, тебе осталось учиться три года? Почти четыре. Не теряйся, ладно? Пиши мне. Я ставлю тебе свой электронный адрес. А ещё я хочу оплатить тебе эти четыре года из собственных средств. Согласен? Не бросай свою мечту. И однажды у тебя появится собственная пекарня. А когда она откроется, подаришь мне булку хлеба. Хорошо? Просто не верится, что Гордон решил оплатить мне колледж. Молодец. Так держать. Большое спасибо. Ты молодец. Я мечтаю поскорее закончить учёбу и вернуть долг огромной хрустящей булкой хлеба. У тебя замечательные руки и добрый лыбка. Продолжай в том же духе. И упаси тебя, Боже, провалить экзамены. Спасибо. Хотя ты справишься, я в тебя верю. Ты хороший мальчик. Спасибо большое. Когда я вернусь в колледж, я буду учиться в 200 раз усерднее. Я покажу Гордону, на что я способен, и как быстро смогу чего-то достичь. До свидания. Удачи. Гордон, большое спасибо. Молодцы. Ты просто супер. Ты это заслужил. Определённо. Ну и неделька. Ну и местечко. Теперь знаю, откуда родом яблочный пирог с мороженым. Субтитры сделал DimaTorzok